Всем доброй ночи, с вами Лева Лехцер. Записываю этот расклад именно в ночное время. Данная тематика будет достаточно интересной, и ее я записываю по вашим многочисленным просьбам. Расклад будет звучать именно так. Стоит ли ждать бывшего, ну или бывшую. То есть тут расклад универсальный, он подходит как мужчинам, так и женщинам. В чем будет заключаться суть нашего расклада? Всего у нас с вами по традиции будет 8 вариантов. Я разложу в целом, стоит ли вам ждать бывшего партнера. И даже если человек вернется, чем для вас это в принципе может быть чревато. Поэтому у нас на каждой позиции будет по 2 аркана. Работать я сегодня буду замечательной колодой Халлорни Таро. Ваша задача, как всегда, расслабиться, настроиться на расклад, проговаривать свое имя, имя вашего партнера, либо партнерши. Если не знаете даты рождения, просто визуализируйте этого человека у себя в подсознании. Ну и будем смотреть, о чем нам говорят карты. Хочу напомнить, что расклад напрямую зависит только от вашей интуиции. Есть она у вас или нет, насколько она рабочая, насколько вы расслаблены в момент прослушки расклада. Не отвлекает ли вас посторонние шумы. То есть даже там детки, родные, либо в целом какой-то шум за окнами может негативно сказаться на правильности вашего выбора. Поэтому все расклады я рекомендую прослушивать в одиночестве, в тишине и будучи абсолютно настроенным на ситуацию. Итак, стоит ли ждать бывшего? Первый вариант. Второй вариант. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой вариант. Сейчас немножко пододвину карту, чтобы вам было видно. Лучше. А вы пока настраивайтесь на расклад. Так, вот так вот. Чтобы все было вам видно по центру. Так. Ну, я думаю, вы уже определились. Давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Стоит ли ждать бывшего? Ну, вообще, карта отшельника говорит, что нет. Потому что это напрасная трата времени и сил. И здесь, даже если мужчина к вам вернется, это, знаете, вот такая ситуация самодостаточного одиночества. Либо одиночества вдвоем. То есть, несмотря на это, проблемы останутся. Теми же ситуация не поменяется. Каждый будет жить своей жизнью, своими целями, планами и устремлениями. Но все-таки, если вернется, чем для вас это будет полезно, либо не полезно. Старший аркан умеренности, это, знаете, как я говорю, нейтральное, либо равнодушное отношение. То есть, здесь не будет каких-то бурного, бурного всплеска чувств, эмоций, переживаний. Все останется ровно так, как и есть. И, как говорят карты, соблюдайте умеренность и гармонию в душе. Потому что, если вы надеетесь, что бывший вам привнесет какие-то новые краски жизни, вы ошибаетесь. Ваша внутренняя гармония зависит только от вас самих. Так, теперь давайте смотреть второй вариант. Стоит ли ждать бывшего? Ну, вот здесь, по этой карте, это карта сообщения, звонка или приезда. То есть, даже если вы ждать его не будете, он объявится. А вот с какой целью объявится, что вам это может привнести? Здесь у нас падает аркан восьмерка жезлов. Ну, это сама ситуация либо приезда, либо бурного развития ситуации. Давайте посмотрим, к чему же это все-таки приведет, какие будут предпосылки. Здесь, кстати, срок вы можете оговорить себе сами. Ну, там сами загадать. Там месяц, два, полгода, год и так далее. Мы посмотрим, что здесь у нас будет. Так, рыцарь Пентакли, да, либо рыцарь Тыкв. Товарищ медленный на подъем. То есть, и даже если он в отношении к вам вернется, это, знаете, как семь раз отмерит, один раз отрежет. Слишком долго будет раскачиваться, слишком долго будет все взвешивать, обдумывать. Ну, это, знаете, мужчина, который очень медлителен. Все, что здесь будет, какая-то скукая рутина и максимум отношения, вот такой у нас сексуальной почвы в сексуальном контексте. В некоторых случаях здесь еще может прослеживаться меркантильный интерес со стороны мужчины. Поэтому, ну, здесь уже, конечно, решайте, безусловно, вы для себя сами. То есть, для чего вам нужны эти отношения, стоит ли их продолжать и так далее. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Стоит ли ждать бывшего? Ну, тройка мечей, ситуация разбитого сердца, ситуация разбитого треугольника. Даже если мужчина вернется, то отношения на стороне у него не прекратятся. Здесь вы должны понимать это четко, что эта ситуация возвращения все равно вам будет разбивать сердце. Потому что, по факту, мужчина здесь в своей жизни ничего не решил, перемен никаких не будет. И что вам в целом это принесет? Ну, по тузу жезлов, это ситуация страсти, это, знаете, снова отношения, то есть сексуальное взаимодействие и так далее. Но в целом, поймите, авоз и ныне там. Тройка мечей никогда не предполагает к счастливому развитию отношений. Потому что пары царя кубков – это товарищ, который к вам вернется с эмоциями, с предложениями. Но в целом карта правосудия, это говорит, может даже кому-то предложить руку и сердце. Кому-то даже может предложить официальный брак. Но девочки, либо если это смотрят мужчины, услышите меня, человек здесь не поменяется. То есть даже, например, если человек вам предложит руку и сердце, будет состоять с вами в браке, он по-прежнему вам будет разбивать сердце. То есть по-прежнему будут какие-то связи на стороне. Ну, вот есть такое выражение – горбатого могила исправит. Ну, вот это именно как раз про этого товарища. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Стоит ли ждать? Ну, по карту мага объявится сам, потому что это еще тот тонкий манипулятор, знаток человеческих душ и женских сердец. Особенно если смотрит женщина. Тут человек четко знает, чего он хочет, от кого он хочет и как он хочет, как он это будет делать. Что там принесет вам по итогу? Ну, карта луна, карта обмана, карта неверности, карта измен. Единственное, что здесь еще может проходить, не для всех, повторюсь, для единиц, чтобы сейчас вот некоторые не начали писать. Мужчину от вас могли увезти по привороту. Еще может быть такой вариант. Но если, скажем так, отбросить все вот это наличие негатива и прочее, то однозначно человек просто, знаете, как потребитель. Который просто морочит вам голову, дает какие-то ложные иллюзии, но не дает никаких перспектив вам в жизни. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Так, стоит ли ждать? Карта повешенной, карта застоя. Ну, ситуация, поймайте, здесь не развивается вообще. Она зависла. Стоит ли ждать? Ну, как сам по себе, он говорит, ну, напрасная трата времени и сил. А что все-таки может принести? Ну, здесь у нас падает король кубков. Особенно это проиграется для тех, у кого мужчина водной стихии. То есть рак, скорпион или рыбы. Проиграется здесь в каком контексте? То есть, если этот товарищ вернется, то, знаете, такой карта лавеласа. Сегодня здесь, а завтра там. Ну, давайте все-таки посмотрим. Может, человек что-то поменяет в отношении вас. Будут какие-то предпосылки к развитию отношений после переоценки ценностей. Так, здесь падает король жезлов, карта страсти. Может быть, наличие соперника. Но поймите, по семерке Пентакли, это, знаете, вечное ожидание чего-либо. С его стороны действий, поступков, решений. То есть, если вы готовы вечно ждать, как та соль ждала алых парусов, ну, выбор за вами. Но по семерке Пентакли можете и не дождаться, понимаете. То есть, все время что-то будут обещать, что-то делать. Но, это, знаете, годы потраченные на ожидание. Вот поэтому повешенный говорит, что даже если вернется, все равно это будет краткосрочным. Поэтому задумайтесь, а стоит ли оно того. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Стоит ли ждать по восьмерке, это восьмерка мечей, связанной по рукам и ногам, либо обстоятельства против вас, либо ситуация в целом против вас. И маловероятно, что его возвращение что-то вам привнесет, либо изменит вашу жизнь. Что же на самом деле здесь у нас падает Паш Кубков? Вы надеетесь на возобновление, человек надеется на возобновление. И какие-то действия в вашу сторону он сделает. Чем они, скажем так, будут ли они иметь продолжения? Потому что вообще Паш Кубков это карта примирения, восстановления, либо весны в любви, когда хочется начать все заново, с чистого листа. Карта суд. Ну смотрите, здесь на самом деле перспективы могут быть. То есть на текущий момент по восьмерке мечей, либо не время, ситуация не может развиваться на текущий момент по ряду причин и обстоятельств. То есть он мог быть не свободен, вы можете быть не свободны. Еще какие-то факторы. Но здесь все может завершиться браком. Потому что суд это в целом ситуация возрождения отношений. И действительно для многих это может проиграться к заключениям брачного союза. Так. Поэтому здесь я бы рекомендовала ждать. Так. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Стоит ли ждать? Старший Аркандурак. Ну по дураку всегда идет возобновление отношений. А вот каких это уже другой вопрос. Ну как правило, шут это карта легкости, беззаботности. Отношения здесь и сейчас. Без планов на будущее. Без каких-то далеко идущих перспектив. Но тем не менее, что здесь шестерка мечей. Ситуация движения вперед. Но движения какого? Либо мужчина может вновь уплыть к другим берегам. Либо могут быть какие-то кардинальные перемены в ваших личных взаимоотношениях. Давайте проверим этот момент. Что же здесь у нас? Ну вы знаете, товарищ к вам вернется и будет стараться строить с вами отношения. Выстраивать их возможно по-новому. Но давайте посмотрим в каком контексте. Вернется. Знаете, как вернись, я все упрощаю. Вернется. То есть, если вы сомневались, вернется. И действительно, сделав выводы, будет строить с вами отношения, построенные на любви, доверии и верности. Поэтому тем, кто выбрал седьмой вариант, ждите. Так, ну для тех, кто выбрал восьмой вариант, здесь у нас падает. Иерофант. Ну вообще, карта брачная. То есть, скорее всего, стоит ждать. Ну хотя бы по той простой причине, что по карте Иерофант, или он же папа, он же жрец. Это карта духовного учителя. То есть, человек вас ведет по жизни, либо заставляет своими поступками, поведением меняться вас духовно. Чтобы вы к чему-то росли, к чему-то достигали, к чему-то стремились. Ну смотрите, карта Мир, Иерофант. Но однозначно, здесь может особенно проиграться для многих, как брак с человеком издалека. То, что по карте Мир, вы на текущий момент, на расстоянии здесь может играть роль. Давайте все-таки посмотрим. Ну вообще, карта Мир, это карта сообщения. То есть, звонка, письма, приезда. Потому что карта расстояния. По тройке Жезлов однозначно да. Ну в общем, смотрите, мужчина здесь вернется. И здесь тоже для многих есть вероятность либо сожительства, либо брачных перспектив. С чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. Пусть у всех, кто задумал, сбудется то, чего вы хотите. Искренне вам этого желаю. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях, как у вас проигрывается, либо не проигрывается ситуация. Для меня это значимо. Буду вам рада за конструктивную обратную связь. Буду крайне благодарна за это. Ну а с вами была Ева Лекцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok